С победой! Я тебя поздравляю. Спасибо. Ты сам-то как оцениваешь выступление, так скажем, по пятибальной шкале? Слушай, да нормально я выступил. То есть моя задача здесь была подготовиться к следующему бою. Я говорю, для меня вот такие бои, как с ним, как с Тайсом Надежоном, это все-таки бои, в первую очередь, просто спарринг. Это для меня спарринг. Мне не хватает таких спаррингов на соревнованиях. Все видели, что сегодня я дышал вообще хорошо. То есть у меня не было никаких проблем с дыханием. Это было самое главное для меня продышаться. Я хотел, конечно, закончить первом раунде, но травмировал немножко руку. Не знаю, что сейчас с ней, чувствую себя болит полностью. Но это у меня после каждого боя болит, но сегодня особенно. Но я не ожидал от Миши, он там полез в рубку. Я думаю, ну ладно, тоже попробуем порубиться. Порубился с ним, показал ему, что я тоже могу, но потом просто на классе разобрал. Но в целом, что, Лев против, молодец, но сегодня не против, сегодня я за. Если честно, со стороны казалось, что все удары у тебя вообще проходили, что все-таки следовало поактивнее идти вперед. Потому что особой защиты у него не было. Слушай, ну у меня не было задачи идти вперед, там еще что-то. Я говорю, что я бы шел вперед, если я после каждого удара не получал после того, как мне в голову вот сюда я вбью. И мне просто прям в голову отдает то, что очень сильно рука болит. Сейчас она болит еще на адреналине, я чувствую, что не так сильно. Но через пару часов, я чувствую, она будет сегодня такая у меня ночь болезненная. Но это, к сожалению, у меня рука после датсика, опять операций. После каждого боя я страдаю, неделю страдаю, потом вроде проходит. Вот, поэтому там бои на голых кулаках, боевые претчатки для меня очень опасны. Бои по ММА, бои по боксу, да, велкам. А вот это, ну тоже, понимаешь, я же и не хотел датс в любом драться, он же меня вызвал. Я говорю, окей. Он обещал, он клялся, что он мужчина, что меня в первом раунде вырубит, но этого не получилось. Вот. В любом случае, спасибо тем, кто болел за меня, пацаны, которые за... Я хоть пропагандирую здоровую жизнь, но считаю, что в личную жизнь человека не обязательно лезть. Либо надо пытаться исправить что-то в этом мире, но не такими способами. То есть ты можешь сказать, что ты сегодня бился не только, так скажем, за бабки, но еще, я не знаю, за тех людей, которые обижены на лев против, так скажем. Слушай, я бился сегодня за всю Россию, за всех пацанов, которые смотрят, его ненавидят. Вот. На самом деле, я говорю, у меня к нему уже давно нет негатива, нет каких-то там, то, что я там говорил 3 года назад, он выставлял видосы. То есть, ну, у меня нету к нему ничего. Такой легкий спортивный интерес, хотя я понимал, что для меня это легкий бой, но после первого раунда я понял, что я травмирую руку и говорю, задача была все, вот, проработать и все. То есть, не сказать, что я совсем доволен своим боем, нет, ну, какая была оппозиция, я сделал все для того, чтобы эту оппозицию противостоять. Я мог лучше, я мог больше, но это надо было немножко к счастью перепрыгнуть. А зачем мне это делать, если я смог сегодня на классе перебить? А Миша хотя бы раз попал вообще серьезно? Один раз что-то чирикнул, ну, в основном в захвате баба тыл из затылка попадал, ну, такое. Ударов вообще нету, они очень мягкие, не чувствуются, поэтому, ну, он не боец. Он сказал то, что у меня удары сильнее, чем всех у кого-нибудь на тренировках. Блин, ну у меня и Мирянька был расчет на брови. Сейчас все захейтят, да, будут хейтить, но вы можете спросить у Мирянька Азамата Бастана, они почувствовали мои удары? И Саша почувствовал, хоть он говорил одно, мне прилично говорил другое. У меня сильный удар, Мариф Пирайв даже, ты говорил, у меня сильный удар, накаутирующий удар. Я не знаю, он сегодня его почувствовал, я бил не всю силу, легко, и то он падал. А ты весишь сейчас, кстати, сколько? Ну вот, я завешивался вчера, 81 был килограмм, сегодня, не знаю, 8 минут, наверное, в туалет раз 10 сходил. В первом раунде ты сломал руку, ну, то есть, травмировал? В первом раунде, после нокдауна я травмировал руку. А, то есть, после вот этого самого удара, какого? Да, да, то есть, было так. Следующий бой, вот, анонсировал, с кем и где, когда? Следующий бой я пока не буду говорить, я знаю, что он состоится совсем скоро, в конце декабря. Просто мы сейчас должны все юридические тонкости заключить с ребятами, тогда я начну их рекламировать. Сейчас пока никакой рекламы, ждите. Какие правила? Это будет бокс, это будет профессиональный бокс, прямой эфир МачТВ. А большой дядя будет? Нет, дядя будет мой, как сказал мой тренер, какой в Казбек, говорит, вот такой лев против, следующий соперник, это те соперники, Артем, которые тебе нужны. Вот, пожалуйста, Артем, ты доказал всем, что ты крутой, что ты можешь драться с Дациком, с Кокляевым, с Емельяненко. Это топы, это уровни, да, Емельяненко лучший боец, один из лучших боец в всю историю вообще боев. Ты можешь драться с такими, ты это показал всем, Артем, хватит доказывать себе. И мой тренер, Казбек, говорит, вот, лев против, он вызвал тебя, поделись им. Я говорю, окей, вот следующий бой, тебе предлагают по боксу, 4 по 3 профессиональный бокс, идет в бокс рекординг и так далее. Поделись там, Артем, вот эти бои, такие, где нужны. И потом я уже начну охотиться опять за Емельяненко. Просто не раз слышал, что ты ему ответил в время, честно говоря. Слушай, я ему сказал, что реванш, ну, реванш по ММИ мне интересен. По боксу я думаю, что ему еще долго надо тренироваться, потому что я уже говорил в интервью, что сегодня я готов на 50-60%, это все знают. Но сегодня я был готов чуть лучше, чем к Александру Емельяненко, честно. Потому что я к Александру Емельяненко тренировался 8 дней, сейчас 12, чуть побольше. Ну, там 14, может, не знаю, 16. Тогда главный вопрос сегодня, психологически лучше себя чувствовал сегодня? Ой, психологически вообще самый легкий бой за всю мою жизнь. Потому что с Александром Емельяненко были моменты, когда я людям отдал карточки, пин-коды, что ДПМ могут убить. А здесь нет вообще, я увидел, я даже руки в какой-то момент опускал, там какого-то там вообще в Рей-Джонса превратился. Бой Соболева или льва против, это интересно? Нет, я думаю, неинтересно. При всем уважении Николая Соболев, он не боец, он не сможет дать оппозицию. Миша, он такой, он большой, не очень удобный соперник. Такой и с характером, но его характер, я могу сказать, просел. И его характер ушел, после первого раунда он ушел. Все. Лев против, не шел больше вперед. У него кончился кислород, кончился бензин. Он не шел больше вперед, он не знал, что делать. А я просто стоял, ждал, пока он придет. И вот я помню последний удар, который мой руку добил, это был удар снизу. Да, да, был хороший удар. Я прям хорошо попал, и на сайдстепе был левый, но вот снизу я попал, и чувствую, что все, рука, ну типа, плохо. Вот. Ну, в какой-то момент, думаю, блин, не сломал, но вроде сейчас смотрю, не сломал. Ну, согласись, он показал характер после первого раунда? Потому что, ну, он реально, то есть, перешел через себя. Слушай, ну, любой боец выходит, он хочет показать характер. Ну, допустим, мне бы хотелось, чтобы с ним подрался мой брат Корней Тарасов. Я уверен, что вот это бой был реально интересный, более-менее равный, даже Корней, наверное, было преимущество. Вот там, да, пускай подерутся и посмотрим. Это было бы круто. И тогда ревашим. По каким правилам? По правилам вот таким же. ММА в перчатках, там боксом называется. А когда, кстати, у тебя вообще бой по ММА-то будет, наконец? Ну, все, ты самбист. Да, слушай, я скажу так, что после того, как я вронил Акаба, наверное, все это видео видели, которое в интернете гуляло, желающих драться по ММА очень сильно отпало у многих. Акаб вызвал меня, я согласился, он ушел в монастырь, да, при всеможем к нему, он сказал, что лечится, я не хочу бухать и так далее, он ушел в монастырь. Второй у меня должен был быть еще Шамбе, его увезли в горы, при всеможении к нему, его, ну, выкинули из страны. Не выкинули, а выгнали, неправильно будет говорить. Выли же, ладно, выкинули, вот. Его выгнали из страны, депортировались. Его депортировали из страны, через Шамбе, поэтому бой с ним тоже не будет. Поэтому сейчас бой по боксу, но и дальше громкие бои. Я говорю, что я планирую. Вообще, мы с Камилом недавно разговаривали, пока Толя травмирован, я хочу нокаутировать Рэгбиста на Fight Nights 3 по 5 на ближайшем турнире, январь, февраль, март. Именно по ММА, правильно? По ММА 3 по 5 профессионально. Еще тогда, вот, смотри вопрос такой, то есть, Тема, смотри вопрос такой, получается, тех, кому ты попадаешь по голову, могут либо депортировать из страны, либо они идут, ну, к Богу, да? Следующий вопрос. Почему? Да, ну, я не знаю, ну, бои по ММА. Я готовился сначала к бою по ММА. Я до последнего дня готовился к бою по ММА. Но за три дня мне звонит матчмейкер и говорит, Тёмыч, Лев против, не хочет драться по ММА, отказывается на совсем, будешь драться по боксу. Но мы ходили с Вассети, мы только начали по ММА готовиться. Я говорю, ну, давайте, что, мы там, псс, три дня провели по ММА, поэтому, давайте драться по боксу. Поэтому бои по ММА, вот, я в жизни борец, я очень пропагандирую самбо, российские видения бороста. Ну, получается так, что приходится драться по КТАК. Но очень сильно хочу подраться по ММА. Да, всем очень плохо после моих ударов на ТВА. Вот, вот, да, да, вот это вот главный вопрос мой, конечно. Да. Вот, слушай, по поводу Чорша, кстати, это потери для поп-ММА российских? Слушай, по поводу Чорша МБЭ, это минус один конкурент у Артёма Тарасова. Я не знаю, может ли это быть потери, что он такого там сверхъестественного преподнёс. У нас есть свои звезды. Он популярный человек просто. Да, 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 он популярный человек, делал индустрии, но сейчас вивить я после травмы как бы отхожу, начинаю драться по ММА, и он немножко занимал моё место, и сейчас я на его месте. То есть в следующий бой ты будешь ещё лучше? Ну, конечно, я в период только сейчас был готов на 50-60%. Слушай, ну и самое последнее от меня. Вот сразу после боя, что вы с Левом друг другу сказали, по-моему, в этом фразе? Он подошёл, Лев после боя подошёл, сказал, Артём, ебать ты мужик, я не ожидал. И сказал, ты тоже молодец. Вот и всё. Ну, помирились. Для меня, я говорю, у меня нет к нему какой-то агрессии. Я им дал леща вот эту на публику. Если честно, за этот лещ, я, блин, два дня потом не спал, мне было очень неудобно, что я ему это сделал. Ну, попросили за Пашу технику, пошёл, позвонил, говорит, братан, можешь вовсе донуть? Я говорю, братан, не хочу. Он говорит, ну, пожалуйста. Ну, я говорю, ну, ладно, пожалуйста, окей, сделаем. Ну, как-то так. Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок